Дорогие друзья, в прямом эфире Союз Онлайн, программа «Четверть часа» в студии Тимофей Обухов. Здравствуйте! Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Апостол Варнава родился на острове Кипр и получил образование в Иерусалиме. Господь избрал его в число 70 своих учеников. Вместе со святым апостолом Павлом Варнава долгое время проповедовал Евангелие в Малайзии. Затем на Кипре он первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, был в Риме и основал епископский престол в Медиалане. Благодатью Святого Духа совершал многие чудеса. По возвращении на Кипр продолжал проповедь о Христе Спасителе и этим возбудил против себя иудеев, которые побили его камнями. Скончался апостол Варнава около 62 года на 76 году жизни. Спустя почти четыре столетия апостол Варнава трижды являлся в основедении архиепископу Анфиму и указал место погребения своих мощей. После их обретения Кипрская церковь стала именоваться апостольской и получила право самостоятельного избрания предстоятеля. Что же касается апостола Варфоломея, одного из 12 ближайших учеников Христовых, о нем расскажут наши паломники онлайн Светлана Ладина и Анна Мусан Леви. Известные слова, обращенные к другому апостолу, точнее такой диагноз, который ставит Христос Нафанайлу, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И правильно я понимаю, что Нафанайла еще называют Варфоломеем? Да, совершенно верно, и здесь нет ничего удивительного, потому что Варфоломей, то есть Бар Таламай, это сын Таламая, то есть можно сказать отчество. А, да. Ну а сам по себе Нафанайл, конечно, эта личность удивительная, потому что вот такая искренность, совершенная такая детская прямота, да, ведь говорят, мы нашли учителя из Назарета, а Назарет был крохотной деревушкой, буквально неотмеченной на карте. И вот такая реакция, что доброго может быть из Назарета, да все пророки откуда приходили? Из Иудеи, из Иерусалима, да. А тут галилея языческая, и непонятно, что за населенный пункт. И удивительный диалог со Христом, это такая тоже тайна, потому что Господь говорит, под смоковницей видел тебя, да. А что вот он делал в это время под смоковницей? Скажи мне, он как-то особенно помолился Богу, и об этом мог знать только он и Бог? Что там было? Да, это такая наиболее распространенная версия, да, что Нафанайл молился в этот момент под смоковницей, когда Христос проходил мимо, он сидел с закрытыми глазами, молился, и ему было как некое видение или какое-то озарение. И вот знать об этом мог только он и Господь. И когда Господь говорит, под смоковницей видел тебя, то есть говорит, я тот, который тебе под смоковницей, да, вот это озарение послал, мы не знаем, было ли это какое-то, было ли это какое-то слово или просто видение света, может быть, это неизвестно. То он восклицает, ты, Господь Царь Израилев. То есть вот это вот удивительно, конечно, Нафанайл. Друзья, а продолжить наше общение в прямом эфире Народного православного, предлагая международным поэтическим проектам о войне поговорим. Напомню, это детище культурного центра «Солдаты России», объединившее людей от мала до велика, города и страны, памятью о Великой Отечественной войне. Галина Васильевна Моисеенко живет в городе Георгиевске, а родилась она в 1943 году. Дети войны, натруженные руки И на сердцах кровавые рубцы, Мы знали голод, холод и разлуки, Мы видели, как шли на смерть отцы. Концлагеря, измученные лица, У стен бараков, трупов штабеля, И литры крови нашей, детской, Фрицам, Шел нескончаемый поток госпиталя. Земля горела, шли колонны и танки, И рота на опушке бой вела. Мы хоронили по ночам Останки погибших на окраине села. Мы жизни за отчизну отдавали, Со взрослыми сражались наравне, В отрядах партизанских воевали, Считая на войне, как на войне. Оставив нам тяжелое наследство, Бедой и злом ворвавшись в каждый дом, Война лишила нас отцов, Лишила детства, И мы с таким наследием живем. Прошлась по нам тяжелой колесницей, Кромсая наши души и тела, До сей поры в кошмарных снах нам снится, Зажигая эпизодами дотла. Хочется сказать, слава Богу, на долю нашего поколения Таких страшных испытаний не выпало. Ведь знать факты и глубокомысленно рассуждать о тех событиях Это далеко не то же самое, что жить в это время и уж тем более воевать на фронте. Но и не столь масштабные войны Оставляют шрамы в душах людей. Потому, наверное, в прочтении ветеранов боевых действий нашего времени Стихи о Великой Отечественной звучат по-особому. Итак, ты выжил. Кончились бомбежки. Солдаты возвращаются домой. И выполз ты еще шальной немножко, Как муха, уцелевшая зимой. Ты медленно проходишь пестрым лугом, Где ветер клонит волны спелой ржи, Уже почти распаханными плугом, Еще кольде чернеют блиндажи. И ты с улыбкой вспомнил, как бывало, Осколки тут жужжали, как шмели. Теперь здесь тишь. И на дрова завалы Кохозницы по щепке разнесли. В кустах ты видишь танков лом железный, На их броне растет зеленый мох. Как после долгой тягостной болезни Ты сделаешь счастливый полный вздох. Теперь ты думаешь, Жизнь будет длинной, Спокойной, старости пора. И вдруг у ног твоих взорвется мина, Саперами забытая вчера. Проект «О войне поговорим» Это еще и своеобразная благодарность тем, Кто претерпел испытания Великой Отечественной войной И попытка осмыслить их подвиг. Снова и снова наши современники Слагают стихи, Моделируя различные ситуации Грозного времени И примеряя их к самим себе. Послушаем Сергея Астафьева Из города Чердаклы Ах, товарищ военный врач, Зря не хмурьте брови, Сердце прыгает, Что мяч не от вида крови. Я особенной такой Не встречал в окопах, И не справившись с собой, Кровь погнал голопом. Снизойдите до меня, Посидите рядом, Пусть сегодня без коня Дышу на лапах. Уж поверьте, Не впервой Мне под смерть Ложиться. Было не дано Судьбой Обратиться Птицу, А дано Лежать В бинтах. Без ступней Остаться Мне У всех бы на глазах Закружить вас Вальси. Улыбнулась Мой майор, Постарела рядом. Ничего, Держись, Сапер. Все идет Как надо. Спасибо огромное Каждому участнику проекта О войне поговорим. Спасибо и низкий поклон. И середечная благодарность Культурному центру солдаты России Лично Евгению Бунтову За отличную идею. Сбор видеоматериала Продолжается до 1 октября. Пишите автору проекта Бунтовсобачка Лист Точка Ру Друзья, Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин